друзья всем привет я приехал на деловые линии именно эту компанию мы выбрали для перевозки своих вещей друзья вот кому может тоже будет интересно находится находится деловые линии склад и офис на киевской 19 вот здесь так сейчас я покажу то есть вот с киевской тоже своеобразная промзона поворачиваете и вон туда вперед проезжайте там находится и офис склад но по отзывам подписчиков которым я очень благодарна и по отзывам вообще клиент которые попользовались этой компании вот мы приняли решение что едловые линии от самонадежная компания и перевозка наших вещей от склада до склада выходит на ориентировочно на 16 600 но это вот так это пока предварительная такая сумма на 16 600 вот в общем близится близится делала к развязки скажем так надо уже перевозить вещи потихоньку лето заканчивается быстро но у нас там теплые вещи там какая-то бытовая наша техника и мелкая кухонный комбайн который мне не хватает и всякие блендеры тостеры и все такое поэтому в общем у нас началась заварушка скажем так с перевозкой вещей а котов потом придется еще вести отдельно поэтому конечно переездов так в копеечку выходят друзья я уже искупалась на лимане не стал вам показывать здесь вот нахожусь среди знаете бывших рыбацких таких не знаю каких-то бытовок и гаражей там поезд впереди едет перебежать что ли и знаете что хотел рассказать сейчас иду босиком и блин наступила на эту на это сам арбузик пяткой такая боль вообще это так больно я как взвизгну шип такой прям вообще был острый-острый вот смотрю теперь колеса нигде не проходил он так сильно больно вот до сих пор на пятку наступать больно короче эти арбузики везде постерегают у колючки смотрите какие видите тоже какие колюченцы но эти хотя бы не бог не валяются а тут один вагончик только едет сейчас мы переждем и я знаете что хочу я хочу в районе этих кирпичиков прокатиться посмотреть что это за райончик такой и вам заодно покажу друзья я не знаю куда заехала вот это вот улица кирпичная там был переулок забыл как называется здесь вот такой вот жилой комплекс и тут я первый раз мини-огородики такие и кругом гаражи и гаражи и гаражи я конечно хочу посмотреть район кирпичиков вот где он находится понятия не имею вон восьмерка идет похоже у нее кольцо да не знаю поеду сейчас дороге я на не доехал до них дайте кирпичиков там уже город начинается здесь такие вот хорошие дома короче куда я еду я понятия не имею есть кто-то знает этот район скажите это кирпичики нет и хочу показать тут такая новостройка красиво строится дома такие балкончики красивые поняла где нахожусь это самый въезд в город вот такой он красивый здесь встречает такая вот замечательная клумба можно сказать деревица красиво подстрижены цветы здорово короче наверху летающая тарелка светится ночью вот и что получается здесь вот такие старые постройки снимать тут ничего я и не стала а кирпичики когда приехал мне позиционировали как дорогостоящий такой элитный район я так поняла он находится там но я туда не поеду слишком жарко слишком я устала в общем не хочу вот там впереди у нас находится широчанка вон там и как я говорю это вот въезд в город и вот туда еще дорога пошла тут кольцевая в общем так но я направляюсь в город по улице коммунистической вот туда поеду и ближе к дому доехала и до коммунистической и здесь вот в каждом доме ой велик падает а я стоять сейчас друзья и в каждом доме тут магазины прикмахерские вот каевал берез и все такое знаете что я интересно для вас увидел так надеюсь он не улетит мне тут вот фото и какая-то очень красивая фото зона есть спать я же подскочила смотрите как здорово оформили стоит телега на ней снапы сена здесь вот можно сфотографироваться ребенка можно фоткать ну и самим если подлезть тут видите руль ставни немного опущены как будто бы подсолнушки кукурузка отошла оттуда отсвечивает очень красиво сейчас покажу вам издалека вот так это выглядит здорово так адрес адрес на доме как всегда нет но это буквально вот после тут колледж рядом и первый дом не не вижу еще съеду еду и думаю что-то я еле педаль швелю потом до меня доходят я с утра ничего не ела вот как позавтракала 8 утра и все время уже пять часов надо ближе к дому добираться я че-то прям вообще еле-еле прям уже передвигаюсь перекусить что-то надо короче друзья зашла в магнит надо обязательно что-то перекусить потому что ну я прям очень сильно голодна меня аж ноги подкашиваются в общем я быстренько купила блин как он пирожок песочный с творожной начинкой сыр пашхон скинуть больше домой йогурт вот такой питьевой и печенье мне надо срочно срочно-срочно поесть потому что мне прям голова кружится очень вкусно сомневаюсь что это творог конечно но вкусно и сейчас проглочу вот это вкусно и смотри смотрите здесь оказывается трубочка есть вот так через горлышко пью сейчас на трубочку засуну ехал ведь когда лимановича думал надо что-то взять поесть думаю ладно я быстро дотянула друзья вот это такая вкуснятина лучше всяких актимелий там чудо питьевых вообще очень круто прям йогурт йогурт такой только пожиже питьевой перекусил прямо полегче стал вот доехала сюда хочу немножко посидеть под ивой и походу купила помидор вот таких мне нравится очень эти помидоры я показывал как на рынке покупали у них такой видите вот кончик такой заостренный они очень вкусные но они правда дороже ну и как кто какую цену заломит конечно вот я купила по 60 рублей вот эти помидорки а так я видела что на рынке сейчас даже по 30 можно купить эти сливовидные в магазинах естественно дороже когда позавчера покупала на мини рынке таком тоже ну просто лоточка там выставлен по 50 рублей розовые были вот розовые они тоже дорогие помидорки но по 50 рублей комплекс все строится дом прям вообще очень быстро на глазах растет уже он крышу покрыли тут во все идет развитие у нас жарко сегодня прям жарко жарко и неожиданно для меня неожиданно для местных это нормально август очень такой прям сильно жарким есть ну говорят еще хуже бывает сегодня мне сказали местные что была такая жара что море вот так прям стояла и на улицу невыносимо было выходить либо люди работали а кто не работает там или выходной был то дома сидели вот такая была жара даже говорит дышать было тяжело воздух был горячий на велике конечно вообще супер куда только не съездишь это прям велик это мое все это мой кругозор это мое развлечение это мои мой помощник и вообще все короче быстро и на нем не тяжело рюкзак там что-то купишь и рюкзак положил на плечи и не чувствуешь не на себе как говорит стащишь я чуть-чуть сижу и поеду у нас уже вечер время шестой час надо уже ближе к дому двигаться кстати сейчас слышу такие хлопки смотрю там занятия по теннису идут первый раз вот сколько не приезжали никогда площадке пустые были а сейчас там дети занимаются там теннисные корты просто несколько пришла домой встречать сара возмущается ты скажи где была да я уже целый день не кормленная сарочка постоянно моется чего возмущаешься друзья я приехал домой и знаете что до меня дошло я так много километров сегодня проехала это вообще капец я даже не знаю сколько я же сначала ездила на деловые линии от нас это достаточно далековато потом от деловых линии на лиман потом с лимана считающих поехал тут выйти в кирпичики черт меня дернул хотя до них не доехал но все равно очень много и назад километра три с половиной наверно я уже прям приехал рухнула да сарочка а ты меня ждала виноград друзья поспел уже прям вообще такой прямо синий 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 и не ну куда девать его я не знаю я точно делать ничего не буду не знаю бывшим хозяевам надо сказать пускай собирают его на вино или еще куда-то я от ничего не умею на компот он не идет кстати он очень кислый все сейчас маленько посижу тут беседочки и пойду домой